Уважаемые посетители нашего сайта, вы знаете, что в ноябре прошлого года премьер Недведев дал поручение министру Топилину поработать в направлении объективизации критериев медико-социальной экспертизы и в целом более объективного подхода к деятельности данной службы. В рамках нашей инициативы мы направляли соответствующие предложения в правительство и в Минтруд Российской Федерации. Что из-за этого получилось, вы прекрасно знаете, с информацией расположенной на нашем сайте. В общем-то, нам менялось якобы создание независимой медико-социальной экспертизы, хотя об этом ни в одном обращении речь не шла. Тем не менее, как оказалось, еще 12 апреля 2013 года премьер Недведев принимал участие в расширенной коллегии Минтруда, на которой министр Топилин рассказал хоть и кратко о реформировании работы учреждений медико-социальной экспертизы. В частности, планируется использовать так называемые международные классификации, согласно которым установление ограничений жизнедеятельности, нарушение функций организма будут более объективны и привязаны к не тем аморфным критериям, которые существуют сейчас, а к более конкретным, которые позволяют действительно установить ограничения жизнедеятельности инвалида. Из этой информации следует, что Минтруд советуется со всероссийскими организациями инвалидов. Мы не являемся общественной организацией, мы юридическая фирма. Будем очень признательны тем, кто направит нам хоть какую-то информацию о том, что Минтруд действительно проводил какое-то согласование, обсуждение с общественными организациями инвалидов. Потому что, по идее, именно они должны представлять интересы инвалидов и именно с ними Минтруд должен считаться. Будем признательны за предоставление любой информации в наш адрес. Ну а в целом, работа Минтруда все-таки следует признать положительной, потому что международные критерии это общепризнанная международная практика. Правда, при наличии данных критериев количество инвалидов Российской Федерации может значительно увеличиваться. А вот нужно ли это будет нашему государству, непонятно. Впрочем, время покажет.